часть группы пойдет пешком по той дороге здесь она как культурный слой наверное уже на вот это кажется наносной слой и разобрали такое бывает тогда ничего не сейчас там найдут ну понятно если у нас получится найти более оптимальный маршрут и более удобный посмотрим как основным здоровье силами вот он как мочете есть еще не туда сейчас уже подсох уже не опасен но все равно а борщевик это разбойник который варит борщи открывается в этих лесах от которым будем отбиваться да борщевик сосновского ну борщевика то не было подрастет но все время тут единой ну вот и так везда рост и как на усадьбе начинается первая везда потому что здесь мы проливаем в последний раз мы а до этого мы все дороги у все дороги у у по у у у у у у свернуть направо в у сках верховек вы то прошли немножко выше а где обрака вот тот который мы первый пересекаем мы покажем модели не нашли возможно вот это Сначала, да, этого оврага? Сейчас можно посмотреть по Шуберту. Выпилы по этой тропе до упора, и там, как бы вот, где-то на вертии этого фолма, она теряется вот этот вот проезд, и узнать, что проезда вот. Ну, то есть, мысли, 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 мысли. Ну, да, да, вот так, рассказывается, то есть три года, А люди подумают, грибники идут. Да, с видеокамерой. Вот я когда в Латвии служил, я видеокамерой зафиксировал наш сбор грибов. Ага. И увидел, что теперь 90% грибов, которые растут, камера зафиксировала, а мы сейчас не носили. Ага. 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 Ну, вот мы идем по старой дороге, по идее, сейчас. Да, враг вон он. Вот он там и проходит по кромке вот той лесомассивности. А сейчас вот здесь вот, вот проходила где-то здесь старая дорога, если у меня как-то не врет. Так. Вот здесь вот, вот она низинкой, наверное, вот это она идет. Вторая дорога. Ну, вот она по Шуберту. Вот мы, вот вторая дорога. А вот эта Шуберту, да, есть? Мы синие, да? Вот мы синие, да. Ну, это пока интернет есть, пока она и будет. А какой интернет здесь? Когда я поздно рожден. Ну, у меня МПСа нет и... Нет, у меня сейчас мегафон, по-моему. Мегафон? Или мегафон. Билайн точно есть здесь. Ну вот. И вот она, вот она враг. Вот он идет. Как раз. Это вот шахматы вот сюда. Михаил Евгеньевич, ну мы так как бы сейчас отошли уже, немного влезли. Ну это от того, что они накатали. Ну пойдемте, наверное, туда дальше. Вот этот угол, от того угла. Да, 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 да. Будем искать. Здесь просто глубокие каналы. Ну тут накатали этим, я так думаю, что... Лесовозами? Нет, это и лесовозами эти. На квадроках сейчас в основном ездят. Нет, вот это он, говорит, вот это. Это лесовоз. Вырубка была. Вот там. Сейчас посмотрим, мы уже ближе дойдем посмотрим. Ну мы примерно туда и вышли, надо сказать. 50 метров. Вот мы сейчас примерно про березу, он тут косую говорит. Вот тут супер, супер грибы. И вот как раз вот приблизительно здесь идет. Я вот сразу рассматриваю перспективу, если действительно вложит государство средства строительской дороги по ГОСКу. Ну вот это вполне примерно... Ну иногда еще как старая дорога, но нам нужен только хороший бульдозер, который все это расчистил и все. Да. Мне не тревога, чтобы какое-то добро далось обрисовать. Так. Повислил. Все вагнички. И вот здесь все. Саша! Александр! Догоняйте! Вот он. Вот мы идем. Вот по-моему Дунька. Так. Дунька подросли уже. А вот они. Вот они огромные стоят. Они большие уже. Так. А кто там супер? Сейчас глянем его, что он у нас. Идов. 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 Просто. Не прослеживается. Ну а за сотню лет. За 200 лет могу, что-то. Участок перекрыл. И дальше, если мы его обходим, попадаем то ли на лесную просеку, то ли на какую-то соседнюю тропинку, которая приличает своей простотой. Идешь по ней, она идет вовсе не на кладбище, а куда-то в другие направления. Ну, кто-то копал. Только годика два назад, наверное. Здесь мы выходим на северо... На северо-осточную направление. А мне кажется, вот можно идти. Да. Вот трава вот здесь вот. Да. Вот там надо... Вот как раз. Вот сюда, мне кажется. Вот здесь перешагиваем и пошли. А, я думал, у них... Вот она дорога. А вот эта... Кто торчит? Что за гриб? Обманка? Так. Что у нас здесь за деревья? Вот липы идут, да? Вот она и есть дорога эта. Вот мы по ней сейчас и... Как раз она где-то буреломом сдавана, как всегда бывает. А вот она, вот она дорога. Вот она идет. А тут еще и тропинка какая. Ну, это кое-то и либо копы приходили. Вот она. Вот она. Вот они опять. Все стало, когда же они не появятся. Но эти уже немножко старенькие, на самом деле. Ну да. А там мелкие. А там мелкие. А там старые. Ну вот, опасно. Дорога опять прикрылась. Так. Так. Вот здесь можно пройти, вот там. Все равно будем придерживаться. Так. Здесь у нас опята. А вон там чуть-чуть, по-моему, тоже. Он смотрит, как раз, по-моему, вдоль дерева того. Нет. Там дождевики. А, дождевики даже. А, дождевики даже. Видишь? Ну, это стояло. Вот здесь, вне щечки. Ну, мы промахнулись. Неровно вышли на кладбище. А, ну... Вышли как-то правее. Правее. И потом, по сути, не вокруг обошли, зашли. Ага. Ну, тут вон, вступала нога человека. Мусор есть. Ну, да. Как-то у нас вступала тут. И где-то землей. Ну, так вроде. Ну, поганки красивые растут. Ха-ха-ха. Нет, это видите, что это поганки. Я говорю, красивые? А, вон еще опята. Вон они. Сейчас Сашке скажи. Александр. Александр, иди, я тебя опята нашел. Вон они на дереве. У него тесаком надо. А я ему что, пилой пили? Нет. Саш, вон. Ага. Ну, это... Ага. Ага. Ну, это все влезли. Вон они. Да? Ну, это пьяная дорога, да. По машине мы опускаемся вниз. Да. Да. Это уже пух. Вон он, вон он. Вон он. Ну, тут видно, кто-то подчищал. Видишь, двери распилены, пни растянут. Нет. То есть, как бы, дорогу кто-то делал. Когда-то она чистилась. Да. Ну, вот. Раз ходила местная жительница. Восьмилище двухлетняя. Ага. Она сказала, что они с мужем по этой дороге ездили. Ну, по гостям. На машине. В 1950-е годы. В 1950-е годы. Ну, тут нет. А ее привести-то в порядок. Ну, это я не говорю. У нас там грейдер прошел, например, и все. Но тут все зависит только от желания. Да. Он прошел такой тяжелый, огромный трактор. Я говорю. Прям все счистил. Я говорю. А мы еще с металлоискателями за ней. И он культурный слой снял. Там чего только нет. Я говорю. Отстрелы это. На месте... На месте мощеной дороги оказалась яма. Со следами мощения. Не сложно. Вытащите лопатку. А, лопатку? Да. А кого-то хочешь? Кирпич достать? Или что? Булызник. Ага. Булызник нашел. Привезем его сюда. Так. Ага. Ага. Здесь старисты. Николай Евгеньевич пытается его сковыжить. Я готов за ним. Там с толстой воды. Ну, похож. Потому что... Это булызник. Это мостовой. Вот они, да. Здесь вот сейчас следы основания. Основание. Вот они. А фото не обозначено на кирпиче? Нет. Он какой-то такой. И какой-то надписи. Да нет. Вряд ли. Вот на том ровном. Вот на том ровном. Вот на том ровном. Кирпич в дорогу не лозился. Хотя в церкви он мог быть сюда затащим. А возьмите что-нибудь на исследование. Да нет, по-моему это не тот. Он треснутый. А вот. Тоже кирпич. С этой стороны. Кирпич весит пять килограмм. Да. Не кирпич? Или? Вот этот. Нет, нет вам. Нет. Ну самое главное мы приблизить на ней. Вот она идет. Она немножко виляет, но как раз она. Так. И вот она дорога. Александр, вот здесь дорога совсем хороша. Прямо. Да, 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 да. Вот она дорога. Вот ее огромная ширина. Здесь получается где-то метров десять. Как раз. Вот от одного вала до другого вала. Ну вот здесь она сформирована очень классически, так можно сказать. Это уже деревья вот они. Это лет пятьдесят, не больше им. Вот эти березки. Березки это быстро. Вот эти толстые, может быть, тридцать лет и есть. А остальной поросли здесь нету и тридцати лет. Ну вот это вот сосны здесь. Как раз вид. И вот она просикает. Идет старая дорога. Вся заросшая. Ну. И вот сосновый бор. Вот мы сейчас еще несколько метров. Мы выходим к храму и наверное... А вот мне кажется сюда. Вот сюда наверное. Вот. Можно по сосновому бору, он посушит. Это мы вот вокруг пойдем этого листочка и все равно выйдем вот сюда налево. Ну можно и так. Ну вот как раз мы и дошли до того места, которое так стремились. Надпись, конечно. А вон. Губи. Амбон. 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 Да тут. Надо действительно его училить. Десятого. Тыща. Семьсот тридцать семь. Семьсот тридцать семь. Да. Чё так. А это по-моему другое. Единица надо обозначить. Ну вот такой вот интересный вывод. Хочу попросить вас потестировать одно научное исследование. Семьсот тридцать семь. Ну как раз. И здесь у нас какая-то. Фёдор Фёдорович. Вот ещё могила рядом. Да. Куски камней. Здесь ещё на альберобе. А. Ну тут наверное память не был. Михаил Ильич, ещё раз поясните вот эти сверху надписьки. На верхней стороне изображено распятого господа. Крест. На котором спаситель был распят. Мирило. Так называемая. Эта часть. Одесса. Для спасителя. Праведный разбойник. А этот. Который над ним насмехался. Из Голгофа торчат страсти господни. Копьё. Которым его умертвили ударом под ребро. А это трос. Которым, когда спаситель тросил попить, ему дали губку смоченную в уксусе. Не в воде, а в уксусе. Дали символическое изображение Гарли Голгофа. Голгоф по реводейству высый череп. Ну и действительно так скажу, это Егорка. И по преданию на этом месте был похоронен первый человек Адам. И спаситель своей кровью омыл кости Адама. И тем самым искупил первородный человеческий грех. Адам с Евой были лишены возможности. Изгнанные из Рая за их первородные деревья. У ног крест в череп. В ногах, чтобы он оттуда мог видеть, по-моему. Нет. Когда он встанет, он будет смотреть на восток. Восток там. А восток – это символ священной святой земли. По канонам православным крест ставится нога. Здесь голова покойная. По бокам начерпана жизнь Василия Ильича. Она эта надпись подробно исследована, опубликована многократно. Значит, еще такое внимание. Картофаг сделан из Весняка. Весняк – известно откуда. Из района Старицы в Крыльской области. А, ну да-да. Там вдоль берега Волги на 40 км тянется каменовая земля. Это была традиция 18 века делать не на могильные памятники вертикальные, а ставить в саркофаге. Мы видим три из них. Мне кажется, там тоже был саркофаг. Что-то еще. Вот как раз камень. А вот, как я говорил, вот тот был вот там лежал. Значит, здесь вот находился саркофаг. Ну, тогда этого не было. Мое предположение, что этот саркофаг лежал в Весняке. Вот этот? Да. И его потом перетащили. И он, как видите, где мы практически не в рот, на третьем столе саркофага. А тот изначально там находился. Ну, там что-то или его утащили туда, наверно? Тут первоначально. А-а-а. А это не понятно, кто там, да. Есть у меня фотография в 15-м году. Ну, значит, я говорю, кто-то хорошо лазит. Вот это вот лежало вот на той стороне. Вот недавно. Вот когда мы были? Последний раз. Ну, вот совсем недавно. В том саркофаге. Ну, вот они. Вытащили сверху. Зачем это не было? А, она же звенит. Соответственно, они копали. Он лежал на той стороне. Тут опять здесь рылка повыкнула? Ну, не знаю, я говорю, как... За последние месяца? Вот тут металл. Это с крыши. И раз жесть идет. И вот он. Ну, стяжка-то хороша-а-а. Хороша, она лежала на той стороне. Месяц назад. И сашкворушкой Да нет, это все копоры Не сказать, что черные копатели, но бестолковые Есть понятие, когда особо не нужно лазить Вот здесь остатки как раз фундамента храма И здесь вот его хорошо видно, это отменно Вот он, и рисунок, видишь, даже сохранился Вот здесь какие-то... Соответственно, дорога должна была поворачивать Ну да, 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 да Вот здесь как раз вкладка идет Это где имеют? А, понятно Понятно Ну вот он, по-моему, вот я стою, вот он алтарь Там, кстати, да, Илья... И вот он, да, вот он закругляется здесь, как раз уходит Ну, в копоре здесь что-то нарыли, нарыли, но... А это вот уже внутренняя часть Вот, как я говорю, что разрыли до внутренней стены Постарались не только века, но и человеческая рука Ну, без этого уже не обходится Интересно то, что нашли И что могло бы остаться потомком Как Никита Хрущев сказал, говорит, я в 1980 году вам по телевизору покажу последнего папа Ну, вот и к этому и шло А так как он был... Копали, конечно, шурфили капитально А, вон та стяжка идет сейчас Это, наверное, даже... Либо по... А, ну она от взрыва пострадала, наверное Потому что она, вижу, демон... Это вся... Ну, они как, они же основу выбивали И храм уже, как бы, складывался А вот здесь вот мы сейчас выходим Здесь были уже поселения, да, получается? Ох, как там перебарновали-то Ну, ближе, шурфили-то здесь Ого-го, как Это вот прям недавно Пишите, не падай, не падай А это старый Ну, вот Ну, да, они, видно, наткнулись на этот самый... Вот, кирпичная кладка, фундамент Что-то... Там он дальше будет еще Это вот совсем недавно ковырял Чугунок Вот, наткнулись на это, видишь? Это, посуда Да, мы здесь нашли нож После первого... После первого захода Нож нашли Нашли... Не, ну... Копори, когда им что-то особо такое Они выкладывают это Наверх В основном всегда Вот тут вот горшок, я гляжу Вот Вот это самое Не-не, вот эта посуда вот еще Опа Вот она Совсем свежая Вот посуда Видно, что Как бы Вот тонкий фарфор Это, вероятнее, все кузнецовский Подобие такого Да, конечно, копали С усердием Копали с усердием Да Ну, они сюда чуть ли не... Я говорю, ну, видно, много народу было Копали капитально Ну, на, скотный двор, там ты всегда что-то теряешь Естественно, там, ну, может быть, дом какой-нибудь был Я имею в виду Так, а вот это у нас А, да, что-то надгробное что-то Что? Что? Ну, вот подкрес, по-моему Да Кстати, а что, сюда притащишь? Вот непонятно Да, подкрес, смотри Белый кирпич, кстати, смотри Вот, смотри, видишь, с рисунком и с позолоткой Конечно, нужно Хоть что-то Как-то этот, у меня Гельмут всегда называешь Он правильным именем Он сам А, это, знаешь, нет, это уже немножко другой Это глина, глина, глина Глина? Керамика Ну да, гляжу, рылись-то Но здесь уже Это вот старенькое, видно, разрывали Здесь уже он шурфить начал Но здесь уже, видишь, вот это современный, более Такой современный кирпич Это глина, глина, гляжу Какой-то Как-то не докопал, я Это глина, гляжу Это глина, гляжу Это кирпичная А, может быть, хм А, ооо, смотри, медицинка Опа, они стали забирать, вот что эти игры Это медицина Без Без клейма Хорошая вещь Ну, видно, искали много золота Ну, нет, это если бы еще, как бы Я их не виню Потому что, скажем так, кому-то это все не нужно Где-то это, глядишь, появится на каких-нибудь блошиных рынках Уж ничего Единственное, жалко, что это бы в порядок привести То есть Выровнять Выровнять, да, и О, тихо, я нашел, я нашел стекляшечку С надписью Оп Опа Мера Видишь, смотри, какой А тонкое-тонкое стекло Так, железюк какая-то Вот Как я говорю, что Чаще всего копыри ищут что-то свое В этот раз стою Я говорю Металлоискатель О, лягушка Мы нашли Матрёну Дмитриевну Пантелееву Родственнице свою 1847 года Рождение 18 марта Скончалось Скончалось Вот тут написано Скончалось День Какой-то Справа А вот это все Справа У нас рожки там Здесь Пантелеевы Один, два, три, четыре Через четыре захоронения Через четыре ограды Здесь Такое Конечно Потом Кто-то работал в камнике Да Конечно Под Сим камнем Покоится прах Крестьянки деревни Муравьёво Матрёна Дмитриевна Пантелеева Рождённая 1847 год Вот 18 марта Скончалось Четвёртый день День Вот это месяц не вижу 1903 год Вот она сейчас проявляется Как раз Вот Скончалось Четвёртого дня И здесь месяц какой-то Здесь то, что от Дорогой От любимых детей Толкнулись А Дорогой Родительнице От любящих детей Вот я Здесь у нас Здесь я говорю Ну вот Вместе 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 Толик Как это Ну вот Как раз проявилось Вот Вот И теперь можно уже Здесь покоится Прах Крестьянки Деревни Муравьёва Вьёва Матрёна Дмитриевна Пантелеева Родилась 1847 год 18 марта Скончалась 4 декабря 1903 года И здесь вот Как раз тоже Идёт Как бы Прощание Спишь Ты спишь Родь Что-то родни Спишь В земле сырой Приют Приют Пришёл Всё такое Ноги С горем И тоской Вот Что такое Вот Такой Вот Это было Во времена Клепищева От Болгина Клёжа От Дорога От Дорога Дорога Вороты Подгости Клепно Вороты Клепно Клепно Повторые Вороты вороты Епат Я Я На могиле Подмосковья Воротово Двадцатого Но ничего не случилось ураев дмитрий григорьевич федор федорович пантелеев это отрок и прожил он немного до получает 1878 а умер 1894 здесь фулла его варвара григорьевна 813 год 87 умерла это 74 года а вот здесь есть предположим что стоял тоже какой-то памятник но когда дерево упала его сбила поднять его было невозможно здесь как раз вмятины от этого остались и вот такое вот место погоста вот и калькиренбург и весел памятник истории могила татищева 1608 6 1750 выдающийся русского ученого историка географского сходного сподвижника петра первого государственного деятеля подлежит охране волонтеров я понял вот такой крест поставили отчитали тела да и вот здесь есть надгробные надписи то есть что-то губернаторская черты но где-то не в интернете якого полностью есть можно будет прочесть но так как сделаны известняк добыты где-то в тверской предположительно области вот она временем съеденным надписи есть со всех сторон и лучше конечно не чистить как кто-то тут сказал и тут от уральского землячества города екатеринбурга и ночь чувствует вот такая у нас миссия ну и вот посетив могилу мы теперь уже возвращаемся по другой тропе то есть через вот эти вот где там раскопы этих были копателей вот тропах остатка так они он пошли раскопу что и смотреть или а туда идем что-то он приглашает туда ну вот а туда вот как раз здесь дома были священнослужителей так не сказали и вот копыри здесь фигач что-то это все в прошлый раз мы приходили это кошмар и здесь тоже насобирал я-то сам хожу копать но я никогда из кладбище не лезу мы ищем что-то такое что интересное ну что потом об этом написать можно не подосиновики мы видели прям тоже вдоль дороги растут красиво ну вот она другая уже дорога по которой мы возвращаемся все наше событие встречи стать еще уже подошла концу мы пообедали и двинулись в обратный путь по другой дороге кажется она немножко такая уже накатана и очень подойдет посмотрит это кого-то хоть там я ему прямо на дереве показал опята сейчас вот он он не успевает срезать вот усадьба еще все что от нее осталось кладка интересная очень такой свода идут а это не страшно сейчас солны да а это наверное сейчас мне еще вот это интересно это на авто первый этаж получался что вот так супер культурный слой вот здесь я гляжу уже тут подвальное помещение гляжу уже залезали но тут добрый и знаменитый бонщик подпорки стоят жалко конечно что все это уходит рушится здесь вот большое окно разбитое там подвальное помещение все это рушится почти похоже на наше демьянова танеевская усадьба который тоже почти в заброшки вот там добрый сарай охранника охранника наверно волки съели как я думаю что а вот здесь вот куча сложенного кирпича он там больше конечно уже стена обвалилась видна стяжка и какие-то окна здесь видно очень много кирпича именного я не вижу и он им тоже уже сперли но его тут пытаются складировать да тут его много очень много ничего такого супер интересного кирпич кстати разный и современный и далеко не современный и вот такая вот потому что он сила каблу